Александр Жарков Я позиционирую ты как психолог-гуманист, энергетик, энеолог, слово такое интересное, целитель, эзотерик, практик. Вот, наверное, надо нашим радиослушателям пояснить эти некоторые понятия и параметры и, наверное, уточнить саму тему, эко-сознание, что же это такое. Да, конечно, благодарю. Ну, в первую очередь хочу сказать, что на сегодняшний день самое главное в нашей жизни, чтобы мы были целостными. А целостные на всех уровнях, на физическом, духовном, эмоциональном. И поэтому отсюда выясняется, что большинство людей у нас по международной статистике, организации здравоохранения на постсоветском пространстве, к сожалению, там вообще такие цифры большие, около 80-90% населения стоит официально на учете в тех или иных учреждениях. То есть они каким-то образом болеют. И было понятно, что, оказывается, если так вот копнуть, то наши предки, они были мудры и знали огромное количество методов и технологий, которые позволяли избавиться от этого. И самое главное, это первое, быть целостным. И отсюда я подумал, почему бы нет делать хорошие дела, помогать людям, тем более, если есть знания, навыки, способности, образование, специализация и тому подобное. В том числе, поскольку у нас очень важно быть гуманным человеком по отношению к родным, близким, к окружению, в том числе по закону притяжения, мы притягиваем такое же отношение к себе, так же, как мы ведем к ним. Поэтому хотелось бы и другим людям научиться, как это быть на позитиве, вести жизнерадостный образ жизни. Ну и что касается эзотерики, это чистая эзотерика, работа с энергетикой, это энергетические чистки, поскольку большинство людей не видят, не понимают, как работает тонкий мир, как работают чакры или чары, как так называли мы в славянском мире. И поэтому хотелось бы донести не просто какой-то эзотерический, мистический подход, а рассказать о непосредственно подходе, как такой, знаете, практической, банальной точки зрения, имеющей научные подспорья. Потому что уже огромное количество ученых начинает доказывать о том, что у нас существует корпускулярно-волновая теория света, и вообще все это мысль проявлена. И если так вообще в двух же ковкнуть, то отсюда выходит следующее понимание. Мы этой мыслью управляем, оперируем, просто их огромное количество в день. Если вы определите, что у нас мысль имеет длину волны, есть низкочастотные мысли, высокочастотные мысли, отсюда у нас уже появляются и понятия психосоматики, от которой появляются болезни, и в том числе появляется огромное количество разных физических явлений. Поэтому это то, как я позиционирую, хочу в комплексе доносить людям, и я это делаю каждый день, от энергетического аспекта, потому что нужно чистить свои мысли, и поведение, цели. И отсюда проявляется физический образ жизни, он как следствие. То есть человек должен быть чист как внутри, так и снаружи. Поэтому хотелось предложить сегодня такую тему – эко-сознание. То есть позволить человеку быть не просто чистым, иметь собственное осознание, которое экологическое. А в первую очередь экологическое – это взаимодействие с природой, взаимодействие с нашей планетой Земля, матушкой, которое позволяет всем и каждому каждый день получать энергию, ходить по этой Земле, получать плоды и тому подобное. Хорошо. Значит, получается следующее, что ты не просто занимаешься эзотерикой, у нас сейчас даже некоторые шутят с эзотерикой, о чем-то каком-то мистическом говорят, непонятном, вроде все складно, но на практике непонятно, как это все применять в жизни и вообще для чего это. А ты занимаешься именно практической эзотерикой, то есть применимо это, чтобы было в жизни, а не просто так поговорили и разбежались. И вот из этого как раз вырастает, что человек, если правильно мыслит, если он эти мысли может применять в жизни, то тогда и так называемая экологичность его жизни будет тоже повышаться. Хотя мне вот эти иностранные термины не очень нравятся. Всегда больше люблю употреблять наши русские экологии. Это, наверное, правильная жизнь без каких-то разрушений. То есть как одна из заповедей – жить в ладу с природой, свято чтить богов и предков. Ну вот типа того, что-то такое, да? Конечно. То есть если это не говорить таким термином, то можно просто сказать, поступать по совести и жить в благости. Можно и так назвать. Можно назвать, если мы берем копнем глубже, в одном из писаний Велесовой книги, вот замечательный термин. Люди, которые жили в ладу с природой, развивались, гармонизировались, это назывался термин «радейство». То есть люди радовались. Соответственно, если мы будем радоваться и гармонизировать, мы можем заменить термин «экология» на «радование». Можно и так сказать. В общем, чистота мыслей, помыслов, радования – вот это как раз и будет способствовать тому, чтобы жить в ладу с природой, не разрушать ни себя, ни окружающий мир, помогать людям, и при этом, чтобы у нас все было как нужно. Ну что ж, с темой все понятно. Давай будем переходить уже к разбору этой темы. Итак, чистое, правильное сознание. Из чего оно складывается? Как надо жить, на твой взгляд? Что надо для этого делать? Ну, есть такая, я не знаю, правильно это называть или нет, назовем это так формула. Ну, есть буквально несколько признаков духовного пробуждения, когда человек духовно пробуждается, и он реализует себя. То есть это прогрессивная тенденция принимать происходящее, нежели постоянно пытаться на него влиять. Когда мы полностью в принятии того, что есть, потому что есть, так называемые, космические законы, которые поживет, которым Вселенная. Отсюда мы понимаем, об этом очень много сейчас и фильмы, книги пишут. Нужно понимать, что все, что в нашей жизни есть, это по нам же и запрошено. То есть если мы четко понимаем, что нам мир не нравится, нужно менять свое сознание. Если мы уже запросили, то мы должны за это нести ответственность. И когда мы принимаем, нужно второй пункт, как говорится, это нужно постоянно улыбаться, радоваться, потому что это заразительно. Если мы будем своей вибрацией и своим примером заражать других людей, автоматически нам, во-первых, самим таким же хочется видеть свое окружение, менять. А в своем окружении появляется второй, ну такой третий основополагающий фактор, это сопричастность с другими людьми, а в том числе и с природой. Когда мы понимаем, что люди на одной частоте работают, и это благостные люди, хорошие, гармоничные люди, у которых от сердца идет любовь, теплота, то, конечно же, мы хотим с ними взаимодействовать. А если мы понимаем, что все мы пришли из природы, и у нас кормит природа, мы намного комфортнее себя чувствуем на природе, мы когда находимся, мы восстанавливаем, отсюда у нас появляются такие термины, как фитотерапия, лечение травм, и эта энергия природы нас запитывает. В том числе мы должны благодарить пространство. То есть если у нас есть огромное чувство благодарности, так называемая славянская благодать, мы запускаем пространство, и это благо множится, засторится, и по принципу бумеранга оно возвращается. Нужно как благодарить, так и уметь принимать. Любые знания, технологии, людей, события, явления, это все благодарность. Когда у нас появляется благодарность, тогда мы автоматически проявляем такую тенденцию думать и действовать спонтанно, нежели из чувства страха или обусловленное прошлым негативным опытом. То есть если мы, это такой так называемый термин, эзотерический, находиться здесь и сейчас. Поскольку мы знаем, что у нас прошлое, будущее и настоящее происходят параллельно, но в данную секунду, то вот находиться здесь и сейчас, мы принимаем решение, отсюда уже строим наше будущее, то есть не анализируем, ой, как там было, и мы начинаем погружаться в прошлое, и нас это затягивает. Отсюда у нас вытекает непоколебимая способность наслаждаться каждым моментом жизни, потому что мы понимаем, что мы сейчас получаем удовольствие, сейчас мы получаем, нет никаких проблем, трудностей, страхов, фобий. Вот в данный момент, как мы себя принимаем, так и получается. То, что излучаем, то и получаем. Отсюда вытекает потеря способности волноваться. Когда человек уже принял ту среду, в которой он обитает, вот прямо сейчас, мы не говорим сейчас о фантастике, мы говорим сейчас о реальных условиях нашей жизни. Мы принимаем, мы отказываемся от негатива, мы отказываемся от страхов, мы отказываемся от фобий, мы говорим, отныне нас этот страх или негатив не интересен, я отказываюсь от этого образа жизни, мышления, служения, и я заменяю его на энергию так называемого позитива или энергию любви, которая позволяет нам более заполнить это пространство негативное и позитивное. То есть мы меняем один шаблон на другой, а вот в психологии прекрасно все знают, что если 144 раза повторять любой тот же термин, то он входит в подсознание и меняет, так скажем, шаблон поведения, стереотипа. А если мы 21 день делаем что-то, то это уже входит в привычку. Отсюда у нас появляется, когда мы наслаждаемся каждым моментом, у нас просто потеря способности волноваться появляется. Нам не надо волноваться за политику, за курсы валют или упадет ли индекс доу-джонса сегодня. То есть это не актуально уже. Мы понимаем, что мы влияем на пространство, мы влияем на наш мир, который есть. Отсюда у нас появляются потери интереса к любым конфликтным ситуациям. Мы, как здравомыслящие люди, понимаем, что все в наших руках и зачем создавать конфликт, если он не сделает нашу жизнь лучше, нашу жизнь чище, нашу жизнь сознательнее. Мы не выйдем на уровень космического сознания, не будем развивать свою душу. Мы просто будем тратить, говорить что-то лучше, что-то хуже, что-то красивее, что-то мудрее, что-то богаче. Это неправильный подход. Отсюда появляется потеря интереса к интерпретации действий и слов других людей. Ну, все мы разные. У нас разное воспитание, разные родители, разные понимания, как мы ходили в школу, какие мы дисциплины, какие уроки, какие у нас там были жизненные проблемы и трудности. Отсюда вытекает еще и следующее. У нас, если мы понимаем, что мы разные, мы начинаем наслаждаться жизнью. И зачем рассуждать других людей? Это ни к чему. Отсюда вытекает, мы перестаем получать интересы, осуждения других. Мы все в глобальном принятии. И отсюда уже происходит следующее. Если мы других осуждаем, зачем себя винить в чем-либо? То есть мы не осуждаем себя, мы делаем по максимуму, мы учимся получать способности любить, дарить любовь, не ожидая ничего взамен. То есть это такая чистая открытость в древних текстах Писания. И это такая формула, называется «правда, доверие, страсть». Когда мы абсолютно нормально с открытой, с правдой говорим, мы хотим это сделать, нам это необходимо, нам это нужно. И тогда выстраивается все на крути своя. Мы доверяем, потому что нам пространство даст это реализовать, даст делать чистоту. Не важно, как бы сейчас казалось это тяжело, скажем так, ну у нас уже все загреть не ночь, сейчас мы будем тут убирать, или мусор, или еще, или там, чтобы страну нашу перестроить, надо куча времени. Ничего подобного, все строится, фундамент строится с кирпичика. Поэтому нужно, не нужно хмуриться, меньше хмуриться надо, больше улыбаться, меньше говорить, больше слушать и принимать, и эффективно передавать образы, не нужно не осуждать, больше принимать решения. Не нужно ждать, нужно делать. Многие говорят, ну там вот пройдет время, и тогда что произойдет? Ничего не произойдет. Есть такое правило, если семь дней делаешь одни и те же действия, рассчитываешь на другой результат, такого не будет. Нужно выходить из зоны своего комфорта, не жаловаться, а больше ценить то, что есть сейчас, и не бояться больше любить, давать и реализовываться. Вот это и есть та формула, и те шаги, о которых мы сегодня поговорим, и разработаем алгоритм, по которым каждый человек может реально поменять себя, свое пространство, ну и в том числе максимально расширить свое сознание для того, чтобы поменялось вокруг все в лучшую сторону для его жизни и для общества в целом. Ты, когда рассказывал, так вспоминалась мне песенка «Don't worry, be happy» на русском языке «Не парься, будь счастлив». Да, да, да. Вот, такая забавненькая, веселенькая. Но когда ты начал говорить, то там показалась такая смесь кресноитов. Это принимай все, как оно есть. Вот улыбайся всем, всех люби, служи там Господу, служи людям, служи этому миру. Все замечательно, здорово. Вот ты случайно не присутствовал, не состоял в этих направлениях? Не замечен был ни в одних текстах, ни в организациях. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Все по совести, в здравом рассудке. Поэтому тут просто вопрос не совсем так. То есть не надо слепо стоять, принимать и говорить «ну, все». Тут надо правильный аспект, который я хочу поднять. Это осознание. Нужно вообще нести ответственность за то, что мы делаем. И через делание, через деяние, то есть нахождение в бытие, строится мировоззрение. Но если у тебя неправильное осознание, у тебя неправильное мышление, отсюда, как говорится, как говорил Грибоедов, горе от ума. Голову мыть нужно не только снаружи, но и внутри. В данном случае мы говорим, что возможно изменить. То есть ты можешь что-то изменить реально. И получается, что да, вроде бы карма, опять же я понял, карма определенно и есть. То есть какие-то установки человеку на жизнь даются, которые он, может быть, из прошлой жизни притащил, может быть, где-то он создал в этой жизни, может быть, родители помогли, да, и так далее, там подобное. Но опять же все это исправимо. Да, естественно, это так. У нас на сегодняшний день уже очень много доказано. Есть такое понятие, как генетика. У нас, наверное, какой-то ДНК, РНК, которая течет. И есть информационные структуры, которые мы там только познали, лишь там 3-5%. Замечательный профессор Горяев, он об этом рассказывает, он разработал матрицы и описание языка. И если учитывать то, у нас есть карма как индивидуальная, как мы там, как говорится, в прошлой жизни уже очень многие об этом говорят. И тоже очень много ученых доказывают там более 3000 доказательств переинкарнации разных людей с фактами. Но это все хранится в нашей памяти. Соответственно, карма есть индивидуальная, есть родовая. То есть, если наши родные, близкие сделали те или иные действия негативного характера, ну, в первую очередь, самый простой момент, там, у нас Вторая мировая война всех зацепила. И неважно, какие мы отстаивали родину, на том берегу были тех, кого убивали и их матери проклинали наших дедов, сыновей, и, соответственно, весь наш род. Автоматически это было перекрестное, что с одной стороны, что с другой стороны. И поэтому, естественно, несем такую карму отягощения, это тяжело, конечно. И очень важно взаимодействовать, очищать эту карму хорошими, благими поступками, деяниями. Ну, самое простое, это банальная молитва, обращение, требы высшим силам. Можно делать аскезы, можно медитировать. То есть, просто молитва не более такие сильные, которые позволяют самим намерениям, когда вот мы молимся, мы обращаемся к первоисточнику, мы обращаемся к высшим силам с просьбой. А медитация, мы получаем ответы через знаки, через символы, через подсказки, через состояние. Таким образом, можно отработать, если мы в течение сорока дней будем молиться правильными молитвами или состояниями, или разными инициативными техниками, то можно, конечно же, карму родовую отработать. В том числе, если мы говорим о личной карме, карму можно либо отработать деланием, ну, какими-то деяниями, либо осознанием. Мало того, есть очень много техник, таких как осознанное сновидение, где можно просто во сне перепрожить этот опыт и закрыть эти кармические контракты. Отсюда выходит, что у нас судьба делится на судьба и будущее, а будущее делится на доля и на доля. То есть, если все мы делаем правильно, отсюда у нас доля, все гладенько идет. А если мы делаем неправильно, у нас включаются инстинкты самосохранения, которые изначально знают наши ошибки и говорят, ты делаешь это неправильно и включаются на доля, а это у нас самый какой-то простой механизм самосохранения это болезнь. Сначала ли включается апатия, потом включается депрессия, потом включается болезнь. И мы уже лежим и думаем, так, что же мы сделали не так, что же мы накормовали. Ну, приблизительно оно так работает. Хорошо. Поняли, что все поправимо в этой жизни. Вопрос только умеем ли мы себя на это настроить, умеем ли мы себя запрограммировать или перепрограммировать, умеем ли мы прошивку перепрошить. Вот в этом заключается как раз изюминка того, о чем мы сегодня и говорим в нашей программе. Итак, эко-сознание. Учимся дарить безвозмездно все. Алгоритмы, какие, чтобы начать менять себя? Вот давай теперь уже более конкретики. Да, конечно. Самое первое, банально нужно понимать, что у нас в течение дня около 144 тысяч мыслей, потом умножаем на 365 и поэтому умножаем на тот возраст, который у нас есть. Просто банально анализируем те негативные качества или события, или мысли, которые у нас были. Если у нас есть страхи, фобии, переживания, то нужно начинать, естественно, с себя. Нужно сесть, делать перепросмотр. Самое банальное просто сесть и сказать там, я прощаю себя во всех временах в пространстве воплощениях. Потом, я прощаю всех тех, кто обидел меня во всех временах в пространстве воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого обидел или обидела я во всех временах в пространстве воплощениях. И я прощаю всех тех, кого мог обидеть я во всех временах в пространстве воплощениях. Я прошу все части моей души воссоединиться со мной. Да будет так, на то моя воля. Такая простая установка, она ощущает, только искренне надо с любовью это сказать, поговорить и пропустить это через себя. Только мы это берем, если самое простое, у нас, как говорится, и психологи говорят, все проблемы с детства, нам нужно полюбить своих родителей, принять соединиться своим родом. Банально, если есть родители живые или их нет, или вы их не знаете, просто в сердцах напишите письмо невысказанности, начните просто восстановить энергетику рода, напишите письмо невысказанности на отца, на мать и поблагодарите их за это, пошлите им в любовь. Если есть физические родители, попросите у них еще благословения на жизнь, это очень важно, это очень сильная аффирмация, которая помогает вообще на любые деяния, раньше наши предки просили благословения, и тогда благостный род им процветал. То есть это первое, самое простое, что мы можем сделать. Второе, самое простое, что мы можем делать, это, так говорится, надо провести аудит своей жизни, что есть на сегодняшний момент, чтобы понять, чем оперировать, что менять. Для этого мы берем, проводим аудит нашей жизни по таким направлениям, как здоровье, насколько оно вам нравится, не нравится, что вы делаете в ближайших на полгода, к примеру. Проанализируем, то есть это питание, о котором мы чуть позже поговорим, максимально сон, продукты, ну все. Второе, это личная жизнь, есть ли она у вас, нет ли она у вас, притянуть ее, не притянуть. Или, если есть, то гармонизировать, ну, чтобы, то есть провести аудит. Аудит очень просто проводится, садитесь со своей второй половинкой, если она у вас есть, пишите плюсы, минусы, чего вы хотите, что вы для этого сделали. То же самое и ваша вторая половинка делает. У мужчины, у женщины мозг работает полушария по-разному, у мужчины сначала одно полушарие, рацию, потом эмоцию, рацию, потом эмоцию, она переключается. У женщины полушария работает симпазма, поэтому одна и та даже информация у мужчины, женщины бывает иногда не воспринимается. Поэтому нужно просто взять, сопоставить все эти пункты и после этого двигаться дальше. Ну, либо закрывать термические садарии с прошлыми отношениями, это есть какие-то очень серьезные жизненные неурадиусы. Третье, это, понятное дело, проанализировать свою карьеру или свою работу, проанализировать, чего мы хотим, есть ли карьерный рост, нету, нравится ли нам наша работа и что мы планируем для нашей работы в следующих, ну, примерно, полгода. Потом, в том числе, наше окружение, если вот такой очень простой тест, напишите 5 своих друзей, знакомых, близких людей, опишите каждого пятью словами. Вот сумма всего того, что вы напишете, это вы будете. То есть, если вот там есть какие-то негативные качества, черты проследуются у этих людей, автоматически вы просто-напросто, эти качества есть у вас. То есть, надо прорабатывать их и взаимодействовать. И, в данном случае, если вы проработаете, в том числе можете написать отношения на своих родных и близких. Как вы хотите взаимодействовать с ними, как, что вы делаете, как вы хотите видеть отношения с своими родными и близкими. Следующее – это самообразование. В данном случае, это конкретно, что вы будете читать, какие тренинги, курсы, видеоматериалы, будете в ближайшие полгода. И, в том числе, мы идем, это яркость жизни, какие вещи вы хотели бы для себя понять, осознать, принять в ближайшее время. Может быть, у вас там хотели всю жизнь на коньках покататься, а у вас этого не получалось. Вам нужны эмоции для того, чтобы мы осознали это. Ну и, конечно же, это духовность и то, чего вы хотите достичь. Когда вы просто сделали такой батальный аудит, вы просто берете, можете сделать небольшой тест анализа самого себя. Это очень просто. Подумайте о двух животных, которые первые пришли вам в голову. Опишите любая птица или, может быть, тигр, кошка, собака. Такого ввода. Животное. Может, даже мистическое. А теперь опишите каждое животное тремя словами. К примеру, тигр быстрый, ловкий, сильный. Когда мы опишем тремя словами первое и второе животное, мы получаем, что составляем одно предложение с одним животным, второе предложение со вторым животным. И получается, ну, там, к примеру, тигр вышел на охоту. И вот, когда мы прописали, первое животное – это то, как к нам относится наше окружение, второе животное – это то, как мы сами к себе относимся. И вот первые три слова про первое животное – это те качества, по которым относится наше окружение, нас ценим. И второе три слова – это те качества, по которым мы сами себе ценим наш внутренний мир. И первое предложение – это кредо по отношению к внешнему миру и кредо по отношению к внутреннему миру. И когда мы проанализировали и поняли, как мы приблизительно себя оценим, такой микроанализ делаем. Самое простое, банальное – начинаем с желаний. Если не будет желаний, ничего не будет. Мы просто берем обычных 10 желаний пишем. Это очень древний метод определения, как двигаться. И как двигаться прямо здесь и сейчас. То есть 10 желаний, ну у кого-то может быть и 6, и 15, зависит от того, сколько вы хотите. Но самое простое – начните с 10 желаний. А теперь опишите колоночку рядом. Просто банально поставьте цифры по степени желаемости. Цифра 1 – это самая желаемая, 2 – менее желаемая, 3 – менее желаемая и так далее, до 10 или сколько у вас там есть желаний. Потом распределите по степени реальности. 1 – самая реальная, 2 – менее реальная, 3 – менее реальная и так далее. У нас получается 2 колоночки. Одна колоночка – желаемость с цифрами, вторая колоночка – реальность с цифрами. И третья колонка – она простая, это средняя арифметическая. Когда мы берем первую цифру с первой колонки с желаемости, потом берем первую цифру со второй колонки с реальности, суммируем и делим на 2. Ну просто там, допустим, пример у вас, вы хотите быть здоровым. По степени желаемости – это 1. Но вы понятия не имеете, у вас там не хватает либо денег, либо еще чего-то не хватает. По степени реальности это, к примеру, там, 3. То есть 1 плюс 3 делим на 2 и получаем цифру. Вот эти цифры, которые выходят, если цифра с запятой, там будут цифры 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, цифры от меньшего к большему – это именно та последовательность, с которой вам нужно двигаться для реализации себя, для достижения целей. И дальше получается очень просто. Цифра с запятой – это означает либо у вас не то энергетики, или понимания, знаний каких-то не хватает, чтобы достичь этого желания. А если цифра повторяется, это означает одно желание зависит от другого. И после этого банально такой, знаете, заводим дневничок и каждый день пишем, что мы делаем для достижения. То есть работаем над собой, меняем свое сознание, расширяем его максимально, понимаем. И вопрос, зачем я утром сегодня иду на работу, буду себе вести, делать какие-то дела, и почему я должен это продолжать. Когда день закончился, просто банальный аудит, поблагодарите всех вокруг, примите ту информацию, которая есть в вашем окружении, и задайте себе вопрос, действительно, было ли осознание, моя жизнь стала лучше, или другие жизни стали лучше благодаря моим деяниям. Если же нет, проводите анализ и в следующий день анализируйте. Для того, чтобы этот волшебный пендель, как говорится, заработал, можете такой еще, знаете, контрольный договор сделать. Написать, договор, я такой-то, такой-то, такая-то, такая-то, нахожусь в полном здравии, заслуживаю от жизни, все вышеперечисленное, там, в течение какого-то срока. И потом, говорите, ну, вы же сами осознанно будете работать. Ну, а если вы не будете лукавить себя, можете такое самосохранение написать. В противном случае, если я этого не получу, я отказываюсь и отказаться от чего-то, или, там, я выполню и, там, прыгну из парашюта, или, там, я откажусь от мобильного телефона на месяц, или от интернета. Да, это подпись. Когда вы поставили подпись, вы автоматически заключали договор сами с собой и себе в подсознание повесили такую микропрограмму, которая каждый раз, когда вы будете видеть свое желание, неважно какое, думать о желании, мыслить о желании, у вас будут внутри выделяться эндорфины, адреналин, вы будете, да, я хочу это желание. Все спортсмены, успешные люди, они делают, реализуют бы такой проект, поэтому где-то это, ну, это абсолютно нормально, если вы будете делать такой анализ. И я рекомендую делать приблизительно, ставить такие установки, там, желание на месяц, на квартал, там, на год. Это действительно нормально, оно работает, причем можете ставить по разным направлениям, которые есть. И вот так завершая такое, хотелось бы сказать, что даже если вы будете делать карты желания, визуализировать, это поможет вам с пространства притягивать. Просите и дадут вам, не стесняйтесь. Если будете выполнять, то знаки и пространство, конечно же, даст вам понимание, чего вам не хватает. Самое главное – двигаться на жизненном пути. Ты когда все рассказывал, так себя ловил на мысли, общаешься с психологами, они используют часто какие-то эзотерические принципы воздействия на человека. Общаешься с эзотериками, они часто используют психологические методы воздействия на человека. Но при этом ни тот, ни другой, ни психолог, ни эзотерик не признаются в том, что они используют из психологии или из эзотерики с параллельных этих направлений. Мало того, они говорят, нет-нет, что ты, что ты. Ну, какой я эзотерик? Я психолог. Да нет-нет, что ты, что ты. Какой психолог? Я конкретно эзотерик Ну, в лучшем случае, в лучшем случае парапсихолог Ну, в лучшем случае, но не психолог Ты же вот используешь так активно и это, и то, и пятдесятое И из психологии явно здесь методики воздействия на самого себя И эзотерику здесь притаскиваешь и так далее Я так смотрю, у тебя нет таких барьеров, что вот давайте здесь мы только по психологии пройдемся Вот тут мы только по эзотерике А вот тут вообще будем говорить о какой-то мистике, которая в стороне стоит от всего И вот, как хотите, так и разбирайтесь Не, ну, это было бы очень глупо, понимаете Если смотреть многомерно, то вот человек, у нас там 200 триллиардов клеток Ежесекунда мы выделяем энергию, равную 3000 ядерных бомб Там генерируется наш мозг, работает частотой 2 тераплокса Все компьютеры в мире работают частотой 1,5 тераплокса Суперсовременная машина, механизм, который делает там много мышечных сокращений И очень много органов работает, который запускает процессы 5 органов чувств, которых как физические, химические, механические, энергетические процессы И рассматривать только с одной или с другой точки зрения Это было бы слишком примитивно Ну, я понимаю, конечно, у нас мозг работает там на 3-5 процентов из сотни Но, тем не менее, все равно хотелось бы осознавать то, что у нас огромное количество возможностей Не говоря уже о том, что есть огромное количество людей на планете Которые обладают теми или иными способностями и качествами И это нужно развивать, к этому стремиться И экология сознания позволяет не просто сделать мир гармоничнее Или мусор собирать, то, что хотелось донести в этом эфире То, в первую очередь, это экология, то, что мы должны эволюционировать Так называемое Мы должны находиться в счастье В совместном участии с Творцом здесь и сейчас В данную секунду мы должны быть счастливыми И испытывать состояние любви Это люди боговедуют Познание богов через деяния То есть нам надо максимально в этом состоянии находиться И говорить о том, что это физиология или психология или эзотерика Да это все одно и то же Просто разбито на кусочки Части чего-то общего Да Как ты соприкасаешься, помогаешь людям, которые далеки от эзотерики Далеки от нашего древнего наследия Далеки вообще от понимания жизни Вот обычные банальные люди живут Утром встали, зубы почистили Что-то там из кастрюльки похватали Оделись И побежали на работу На работе там провели день Выжатые, как лимоны, домой пришли Кто-то занимается хозяйством Кто-то так детей чуть-чуть попинал, чтобы уроки сделали Или там что-то еще им правильное сказали Телевизор в лучшем случае посмотрели Опять похлебали И в койку И вот так вот у них кроме субботы и воскресенья Вся жизнь проходит Они далеки от эзотерики Они далеки от психологии Они далеки вообще от всего Они интересуются только шоу, чтобы отдохнуть, посмотреть Ну может кто-то там пивком еще интересуется Кто-то на праздники потягивает более крепкие, так сказать Горячительные, разрушительные изделия Ну вот так их жизнь идет Что ты им можешь сказать, чтобы каким-то образом их привлечь все-таки К правильному осознанию себя и этого мира? Ну на самом деле все просто до банального Нужно начинать с жизненного собственного примера То есть в моей жизни кардинально поменялось восприятие Когда я перешел с мясоедения на вегетарианство И так почти перехожу уже давно на сыроедение И это в первую очередь уже огромное количество ученых доказывает О уровне жизни, о состоянии энергетики, о эластичности кожи И когда человек просто начинает болеть Я уже говорил вначале, большинство людей болеет И когда он начинает, он начинает с проблем А это уже первое, физика И начинаем мы с воды А мы состоим из воды И мы знаем, что вода имеет свойство памяти Нужно говорить, когда есть древняя притча Когда спросил император, он пошел, говорит Как сделать, завоевать уважение народа Он говорит, а ты узнай, какую воду он пьет Когда мы понимаем, какую воду пьет И мы состоим из воды А вода имеет свойство памяти И ежесекундно каждый молекул атома Имеет 440 тысяч кластеров информации Это гиперкомпьютеры А теперь мы в ненависти, злости, переживаниях То есть мы создаем негативные эмоции Что являются кислой средой И человек болеет А потом ты ему говоришь Слушай, ну давай просто выкинем эти страхи, фобии Давай разберешься Просто узнаешь, что ты за неделю внедрил Что у тебя в жизни было за неделю нового Он начинает думать А на самом деле, какое у тебя достижение за неделю Ты его пытаешься пробудить в сознании Он опять думает А не, ничего, я там выхожу на работу Ничего не меняется А ты тратишь время А другие люди, есть же успешные люди В таком же направлении густы Он начинает оправдываться Потом ты говоришь А что ты откладываешь? Ты уже сколько откладываешь? У тебя есть обещание? Он говорит Ну да, да, там починить, поехать, сделать Так а зачем? Сделай это сейчас А что? Какие у тебя планы на следующую неделю? Ты готов вообще кого-то поблагодарить? Когда ты последний раз кого-то благодарил? И человек уже задумался Какое у тебя самое сильное впечатление на неделю? И человек думает Да елки-палки У меня вообще ничего в жизни не происходит Ну хорошо Я говорю Посиди водичку попей Попрограммируй В хорошем состоянии Очиститься среда А что тебе мешает двигаться? Какие у тебя есть помехи? Выпиши, посиди, проанализируй Четко А дальше уже потом Когда-то ставит человек цели, планы И вообще Есть ли люди, которым ты можешь помочь? Или кто тебе может помочь Достичь этого Ну так называемого предназначения? Потому что у нас есть Три предназначения О которых потом хотелось бы рассказать То есть это Первое Планетарное Быть специалистом Экспертом в чем-то Второе Гуманоидное Продление рода человечества Рождение детей Передачей генетики Воспитание Третье Вселенское Накопление божественного опыта Перехождение в более высокие Интернационные структуры И дальше у нас происходит Понятное дело Когда человек начинает понимать По здоровью Он начинает работать со страхами Ну он по крайней мере пытается Даем технологии Которые я говорил Вначале убираем негатив Заполняем Позитивом Любовью Становками Какие мы навыки Когда человек Просто-напросто Хочет в себе Развивать позитивные И реально понять Сколько ты времени Проводишь с родными И близкими Когда человек Начинает понимать Что он вообще От всего отдаляется То тогда он начинает Задумывать Вообще Ради чего Ты живешь И когда Он понимает И ты зовешь ему вопрос А что в твоей жизни Бесполезно Тебе приносит счастье Или там Пивко какое-то И человек понимает Да действительно Ничего не приносит счастье И после этого Ты ему показываешь На здоровое питание На воду Показываешь ему От того Какая вода Там проверяет Специальным оборудованием Или просто Даже физически Взять элементарный Электролизер Как в школе Или в уроках физики Двумя лезвиями Кипятят воду Взять просто Показать ту воду И посмотреть Какая жесткость У этой воды И когда эти тяжелые Фракции всплывают А потом оказывается Что у нас Эта вода грязная И потом Мы болели А почему Потому что У нас сознание позволяет А сознание позволяет Мусорить Не убирать этот мусор Кинули батареечку А батареечка Загрязнила Огромное количество Территорий Попала потом Восточная вода Когда она разложилась Тяжелые металлы И мусор И пластик А потом Мы просто Пьем эту воду Неважно Самое Самое уникальное Это люди получили Нобелевские премии За это Доказано Что даже Если взяли Структурировали воду Люди потом Все равно Травится Потому что вода Имеет память Пока есть память Вот эта вот Гниль Токсины Все остальное Она идет Надо ее Убирать Размагничивать Ты будешь делать Талую воду Ты говоришь Человеку Давай попробуем После этого Это чистая Энергетическая коррекция Ну опять же Через молитвы Медитации Есть древние Славянские техники Типа живых Вот я провожу И рассказываю Позволяю человеку Он даже В это никогда В жизни не верит Ну я говорю Так давай попробуем Нормализируй Своё дыхание Нормализируй Когда человек Попросил прощения Когда человек Начал Питаться Или попробовал Хотя бы Или поставил Какие-то цели Планы У него Включается Сознание И в организме Есть естественный Процесс Очищение От шлаков Очищение От токсинов И у него Конечно же Вначале Происходит ломка Есть еще Астральные паразиты Которые заинтересованы Все затянуть Опять же Назад на то же Там пивко А на все остальное Через игры Реальные привязки Которого хотелось Потом как-то рассказать Ну не ваше дело Просто банально Человек этого не видит Не понимает Он думает Ну если этого нету То этого нету Но Банально Самое простое Вот у всех Есть мобильные телефоны И мы Ходимся И думаем Электромагнитное поле Есть Но мы его не видим И всем комфортно И все верят Что это кусок пластика Звонит Ну звонит себе Да и ладно А на самом деле Если мы начинаем Расширять сознание И это доказано Почитайте Дневники Колумба Когда Колумб Приплыл в Америку И его индейцы Встречали Они вообще понятия не имели На чем Колумб Приплыл Воздух Вышли Какой воздух На кораблях А что такое корабли Ну такие большие лодки Пока сознание Не было этого понимания Образа Этой большой лодки И они говорили Подходили То есть они дотрагивались До кораблей И они были невидимыми То есть морально Нужно Банально Вот эту чистоту Электромагнитного спектра И чистоту звуковую Которую мы излучаем Это вот наша радуга Это тот спектральный диапазон Человеческого зрения И слуха Если мы расширяем Своё сознание То мы начинаем И радость И счастье И уже и телевизор Не хотим смотреть И уже какие-то новости И уже мы понимаем Что где-то можно Книжку почитать В дороге Или какими-то Ненужными вещами Перестать заниматься То есть Это уже начинается Осознание Ну а дальше Как бы мы идем По каждой области жизни Не говоря уже о том Что Вот человек говорит Ну хорошо там Я там осознался Прошел там тренинг Семинар Медитацию Чистку Да не важно Как бы потом говорит И большинство на этом сыпется Большинство психологов Парапсихологов На этом сыпется Потому что человек приходит А потом его опять же Дома Та же энергетика Те же привычки Все то же самое возвращает Поэтому нужно очищать В мобильном телефоне Ненужные контакты Мусор из дома Клам Почистить Убрать пыль Почистить стихиями Пространство Банально Тут не надо Никаких Сверхспособностей Иметь Поставить там Солью порожек Засыпать И просто попросить Домового Веришь не веришь Ну там Поставить на блюдечко И ему еды И мы просто видим Что в доме Находиться комфортнее И человек По своим ощущениям Уже понимает Ну я не эзотерик Намного легче И спать И думать И мысли И чище И запах приятнее И когда человек Уже утром просыпается У него уже другое состояние Он уже говорит Так У меня чуть энергии появилось А если энергии чуть появилось То я уже могу Еще что-то сделать Еще что-то сделать То есть Ну вот Грубо говоря Нужно максимально Осознанно относиться И в первую очередь Заботиться о себе Своих родных и близких То есть нужно понять Что кроме вас Никто за них Не позаботится И когда мы начинаем С себя А потом с родных и близких И мы добры К пространству То это простым примером И человек понимает Ну да Наверное это работало Вот Ну это самое простое Как бы Нужно уметь прощать Я вот даже Элементарный Пример Я видел Когда Мы там в свое время Там основали Такой проект По сбору Утилизации батареек Субботники проводим По экологии Просто банально Ну Все День В течение дня Ты идешь Видишь Три бумажки Просто лежат Ты говоришь Так это коммунальные Службы уберут Да нет Почему Убери ты Возьми Убери ты Бумажки Сегодня Три бумажки Завтра Три бумажки И потом мы заметили Такая тенденция Как в фильме Заплатить другому В свое время В свое время Посмотрел И был вдохновлен И основали Такой Благотворительный проект Кристальный марафон Добрых дел То есть В течение 100 дней Делаете Три добрых дела И заражаете Других людей Делать добрые дела И тогда Кто-то притягивается И заставляет Многих уже более 25 тысяч Добрых дел Делали Автоматически Другие люди Видят И начинают Общество Меняться Думают Ого Он убирает бумажки Эти убирают бумажки Ну или там И это становится чище Это сейчас мы говорим О экологии А если мы говорим О делании Осознании Говорите комплименты Улыбайтесь Ну будьте Максимально Открыты В пространство И поверьте Оно вам улыбнется И поблагодарит Ну не надо конечно До фанатизма доходить Бегать Всех обнимать И говорить Я в студию Подумаю Что сексант какой-то Нет Нужно просто банально Осознанно Обнимать решение И делать И тогда будет конечно же Все меняться Ты много что рассказал Интересного Но как-то Я так понимаю Тебя окружают Более-менее нормальные люди Которые еще Не до конца Свои мозги пропили Не до конца Почему Нет Ну вот ты так рассказываешь Все очень интересно Давайте вот это Вот это И вот так загорелись Потому что вот Когда-то начал с того Что давайте Все-таки Не будем поедать животных Вегетарианство И сослался на Каких-то там ученых Что они уже Это все доказали Но ведь Другие ученые Доказали Как нам Рассказывают Обратное Что вегетарианство Это болезнь А сыроедение Это вообще Какая-то Острая форма Этой болезни Что пиво пить Полезно Что мясо Необходимо есть Если вы не будете Я хочу сказать Ну тебе там что-то болело А попробуй Семь дней Почиститься Мало того Я хочу сказать Не надо уже Говорить То что Год Буквально там В октябре Другие месяцы Люди Поверить Ну ты что Жизнь Стал Счастливее Или Гармоничнее А то И когда человек Начинает подумать Наверное нет А ты попробуй так Ну какая у тебя разница Ну попробуй Ты же задался вопросом Что в жизни ничего не меняется А попробуй Если ну как бы Не получится Ну скажешь Ну да Наверное Он не прав Он там вообще Какую-то Ересь несет И все Надо просто реально Оценивать ситуацию Кому-то может быть Это и не подойдет Тоже проводили исследования Естественно Если в сознании У человека Брали там Разных народов Долгожителей И из них делали Вегетарианцев Сыроедов И они продолжали есть мясо Так вот Те долгожители Которые ели мясо Они ну Начали болеть Все были в шоке Как так Потому что их неосознание Еще удерживало мясо То есть Не нужно было им Грубую энергетику По вибрации То есть Они не могли по-другому Тем более Опять же Тоже те же ученые Рассказывают Потому что наши бактерии Это не мы хотим Столько еды 80% пищи идет На переваривание Этой пищи То есть нам не нужно Такое количество энергии А мы просто Питаем Для восстановления Тех же паразитов И это тоже Можно об этом почитать Узнать Микробиологией Позаниматься Когда разок увидишь Свою каплю крови Как там По гемосканированию Проведешь И какие там паразиты Плавают И начинаешь Реально смотреть И понимать Мало того Это верить Когда ты берешь Свою уже кровь Секунду Смотришь в микроскоп И такое сейчас Сплошь и рядом Это можно сделать В клиниках Это реально И тогда начинаешь В это верить И думать А стоит ли мне питаться Или не стоит ли мне питаться Ну и когда уже человек Доходит до крайностей Через болезнь Тогда ты ему Поэтому мне очень много Людей больных приходит Которым я помогаю Реабилитироваться И когда человек уже Понимает Что его стиль жизни Привел его к тому Ну это Опять же говорю Это путь на доле Это путь тогда Когда Человек не реализует Неважно Он не реализовал Себе в личной жизни В карьере В духовности Там еще в чем-то Ну просто Ну пространство говорит Ты что-то делаешь не так Вот и все Вы спроси У любого Долгожителя Очень много книг Разных там Информаций Они все говорят Они в радости В счастье Они там Не спеваются Они там Не живут Каким-то непонятным образом Жизни Они живут На природе В хорошей Они не мусорят Они все рационально Используют Они каждый день Благословляют Землю Матушку Благодарят ее Принимают энергии Чистый воздух Вода Это все Открытая информация Ее в интернете Сплошь и рядом Просто зависит от того Какое наше сознание Если ты думаешь О негативном То будет все вокруг Негативное И поисковые системы Будут естественно Показывать тебе негатив Мало того Если вы Ты знаешь Сейчас уже Настолько сильно заточено Что даже поисковые системы Привыкают К твоим запросам Будут по аранжированию Выскакивать те запросы Которые Максимально тебе подходили Подходящие То есть это уже На уровне даже электроники происходит А если ты видишь Что там Того что ты смотришь телевизор Ты умнее Не становишься Или тебе интереснее Ну так К чему Твоя жизнь приходит Очень часто Бывают такие случаи В моей практике И у других людей Тоже встречаются Ну думаю И у тебя тоже есть Когда вот Приходит человек Какой-то Или встречаешься Каким-то человеком И чувствуешь Ну кто-то чувствует Кто-то видит Что там какая-то подсадочка Вот засорен Кто-то там сидит Из него энергию сосет У него что-то там Из рук все валится Где-то там Что-то не получается Энергетический пробой Болезнь какая-то И вот Так поговорил с ним С точки зрения психологии С точки зрения эзотерики Восстановил энергетику Вот эту дрянь Убрал Грубо говоря Он как-то раз так Воспрял А потом говорит Ты знаешь Мне стало легче Но все равно Я тебе не верю Вот все равно Я тебе не верю Вот ты что-то там Сделал такое Но я в это все равно Не верю Вот такие случаи У тебя были Конечно Ну тут просто вопрос Не надо никому Ничего делать То есть надо давать Удочку А не рыбу То есть ты за человека Сам сделал А человек до этого Не дошел Конечно же Никто не будет В это верить Потому что он сам До этого не дошел Он сомневается То есть он должен Дойти до уровня Развития До этого состояния Сознания Просто нужно делать Своё дело Вот есть замечательная книга Чайка по имени Джонатан Ливидсон Ричарда Баха Там классно сказано Чайка просто Показывала свой уровень Мастерства И не надо Отвечать любовью На ненависть и злобу Можно просто Ежедневно тренироваться И всем и каждому доказывать Если человек не дошел Ну пусть дойдет То есть Вот наши предки Хорошо говорили Не убеждайте Вы тех людей Кто не хочет Слышать вас И внимать Словам вашим Четко Ясно Понятно То есть Если человек не готов Не надо Это его убеждение Его права Но он же Все равно Для чего-то притянулся Ему пространство Притянуло И говорит На тебе Решение вопроса Если ты не готов Ты несешь уже Кармическую ответственность Тебе пространство Дало информацию А ты ее не использовал Зачем просил Теперь давай поговорим Вот о чем Какие вопросы Тебе приходится Наиболее часто Решать в современном мире С какими вопросами К тебе наиболее часто Обращаются люди Ну очень много Конечно же Опять же К сожалению У нас Странная СНГ Внимает Лидирующая Позиция В алкоголизме Всяких Фобиям Страхом Разводом Института семьи Не существует Огромное количество Брако-разводных Процессов Очень многие люди Имеют проблемы С этим И отсюда У нас уже идут Энергетические привязки Сексуальные привязки И пробои отсюда И там И негативные мысли Ссоры Вызывают Астральных паразитов В которых Разные классификации В которых Там просто люди Ни с того ни сего Ссорятся Каждый день Ломают Бьют Кидаются Тарелками Чем угодно И Ну это опасно В первую очередь Не говоря уже о том Что Одно дело Это здоровье Другое дело Это семейные отношения Ну и третье дело В связи с посткризисной ситуацией Ну вообще Наверное в мире Не только На постсоветском пространстве Большинство людей Не понимают Как реализовать То есть У людей Финансовый поток Заблокирован И люди не понимают Как Почему А когда человек Идет по своему предназначению Его экологии Он Благостный Он благостный На всех уровнях Уровень вашей жизни Определяет уровень Вашего сознания Если вы Чисты Не обязательно Быть мультимиллиардером Просто Нужно Здоровый образ жизни И Радоваться Тому Что у вас есть И когда Это выстраивается И появляется Понимание Чем заниматься Или работать Или трудиться Тогда Все Выстраивается Это самые простые Такие вещи Которые Ну вот Буквально Каждый день Отношения Здоровье Бизнес Если вот так Коротко А бывают И разные случаи Такие редкие Что Даже сам удивляешься Насколько сильно У людей Просто Очень люди Не верят Насколько Цель их Жизни достижима Неважно В отношениях В карьере Они просто Изначально Не знают Сколько средств Должно быть Внесено Для того Чтобы достичь Этой цели Вообще Цель достижима Сколько времени Должно пройти И большинство По течению Плывет И не понимает И Нужно понимать Правильная формулировка Знаешь Как в этом анекдоте Мужик идет По пустыне Видит лампу лобина Потер Вылазит Джин И говорит Я хочу домой Джин говорит Пошли Я хочу быстро Побежали Правильная установка Цели Должна быть Из этого Отсюда Уже идет Неправильное мышление Неправильное мышление Создает энергетические волокна И отсюда Появляются Астральные паразиты Самые распространенные Простые Типа Лярк Их там В свое время Даже Кирлиан Фотографировал И Тесла Такие шарики Там есть оборудование Сейчас Которое Это позволяет Делать Поэтому Ясновидящие Это очень хорошо Видит Это самые простые вещи Которые Есть конечно же Помогаю Реабилитировать Очень многих людей Опять же Возвращаясь В нашем постсоветском пространстве Лидирующие позиции По Разводам Абортом И позволить Реабилитировать Дей После Такого поступка Это конечно же Тяжело Все-таки Возвращаясь К тому Что до этого Я сказал И связывая с тем Что ты сейчас Ответил Все-таки Кто-то кому-то Сказал Какой-то дяденька Сказал Какому-то другому Дяденьке Какая-то тетенька Сказала Другой тетеньке О том Что вот Там есть Александр Он нам помог Разобраться в жизни Теперь вот Я перестал Или перестала болеть Вот у меня Там в семье Все наладилось И вот эти дяденьки И тетеньки Которые наслушались Своих друзей И подруг к тебе приходит Говорит Ну давай Спасай нас Ты что им скажешь Что не-не-не Давайте так Вы пока не поверите Я не буду вас рассматривать Я не буду вам ничего делать Я не буду там Ничего вам править Лярвочек не буду убирать Каналы не буду прочищать Вот вы сначала Поверьте Вот так что ли у тебя Или все-таки Ты занимаешься с людьми И каким-то образом До них доносишь Истину жизни Ну а первое По закону притяжения Когда сильная вера Притягиваются Которые уже изначально Притягиваются к этому То есть если Я не коммерцией занимаюсь Я благостью занимаюсь И поэтому Тут никакой коммерции Вообще нету Если человек не готов Он даже вообще До меня не доедет Или не узнает Или ему не срезонирует А человек Во-первых Это потому что у меня Такая сила воли И установка Чтобы такие пришли Которые готовы Поменять свое миропонимание Поменять явление Образ слова И потом Своим словом И сказать Я готов менять Образ своей жизни И явления У кого-то лучше получается У кого-то хуже То есть банально Говоришь Если будешь Сделать это Будет это Человек говорит Ага Меняю воду Когда он Видит На электролизере Элементарно Что у него Грязная вода Которую он Принес сам Из крана Пьет Он понимает Ну да Это я яд Потом говоришь А питание Показываешь ему Ого Это я яд Ем А потом Говоришь Ну так А ты Как себе Думаешь Если ты так Себе ведешь А другой Человек Как себе Он такой Задумался Говорит Ну точно Надо что-то Хотя бы попросить Прощения Извиниться А ты что-то Про родителей Знаешь А ты попросил У них Прощения Человек Сел Посидел Выписал Ого Уже Отпустила То есть Тут вера Не вера Чистые Факты Это просто Человек Эмпирически В реальном Времени Начинает Пробовать Делать И смотрит Ого Работает То есть Ты не веришь Но если ты Энергетически Просто Как Плюс Минус А нотка Тот Мы берем Поле Если у него Дыра Мы просто Выравниваем Это поле Энергетикой Благодаря Методикам И человек Начинает Реально Понимать Что у него Он становится Целостным Ну кто Зевает Начинает Там Запитка Идет И Ну он Понимает Что там Да Допустим Мне стало Намного Легче Но ты ему Говоришь Слушай Одно Дело Это так Если ты не Поменяешь Образ Жизни То оно Собернется И человек Начинает Понимать И говорит Да Я понял Вопрос Снимается Хорошо Давай Сейчас уже Будем Подводить итог Сегодняшней Встречи Понятно Что из этого Надо вывести Цель жизни Понять Кто ты Научиться Принимать Все как Есть Учить Себя Позитиву То есть Каждое утро Вставать Здороваться С солнышком Здороваться С этим миром Говорить Что я В общем-то Хороший На самом деле Даже если Я делаю Какие-то ошибки Ну что же Соседи Бывает Давай-ка Я больше Я их не буду Делать И так далее То есть Нарабатывать Положительное Что-то В своем Мире И давай В заключение Наверное Подведем Итог Ты что-то Скажешь Нашим Радиослушателям Доброе Красивое От себя Чтобы Это Как-то Связывалось Сегодняшней Нашей Темой Передачи Во-первых Хочу Чтобы Каждый Научился Благодарить Любить В первую очередь Себя Окружение Научитесь Закону Благодарности Благодарность Она порождает И фокусирует Вас К лучшему А эта Фокусировка Порождает Позитивные Ожидания А позитивные Ожидания Создают Веру Убежденность А уже Вера Убежденность Дает Сильное Действие Чтобы Вы Имели Хорошие Сильные Результаты Которые Опять же Дают Благодарность То есть Это Замкнутый Круз Живите По принципу Уважай Себя Уважай Других Путь Ответить За свои Поступки Поступай По совести Живи В благости С верой Надеждой Любовью И все И вы Поверьте Всем И каждому Станете Счастливы Когда Окружение Будет Смотреть На вас И вас И жизнь И здоровье И окружение И работа И родные Близкие На вас Будут смотреть И говорить Ну наверное Что-то с ним Какое-то волшебство И вы просто Спросят вас Поделитесь этим Сделайте мир лучше От вас В ваших руках Зависит То что Все поменялось И если даже Вы чего-то хотите Научиться Пространство вам даст Технологии И после этого Поверьте Рано или поздно Это все поменяется Дом строится Кирпича Океан строит Начинается В капли Это Искренне С благостью Я хочу вам Поделиться Этим Да И самый длинный Путь Начинается С первого шага Ну что ж Друзья мои Напоминаю Что сегодня Мы говорили С Александром Жарковым Психологом Гуманистом Эзотериком Практиком Целителем Инеологом Аналитиком И говорили мы На тему Экосознания Надеюсь Что для себя Вы подчерпнули Какие-то моменты Которые надо будет Отработать Которые нужно будет Осознать И возможно Что наша Такая Недолгая Сегодня встреча Поможет Кому-то Из вас Разобраться С проблемой В этой жизни И начать Жить Счастливо На этом Я хочу С вами попрощаться Напоминаю Что с вами Было Народное Славянское Радио До новых встреч Друзья мои Услышимся Услышимся Да Всего доброго И лети И лети Ты на крылатом Коне Руссо Легкие Тысячелетия Русс Народное